Все как в армии. Подъем в 6.30, пробежка, рукопашный бой, плотный завтрак. В течение 21 дня ребята проведут здесь свое свободное время без доступа к телевизору и компьютеру, вдалеке от родного дома и любимого двора. Дети Альберта Менегалиева в лагерь «Юность» впервые. Возможность заехать в лагерь «Юность» была и раньше, но ребята ждали именно эту смену. Сама дочь с сыном, они сами захотели, мы не воспривязывали с женой, желание, как говорится, детей закон, отправили. Сами захотели, сами поехали. И вот сколько раз по телефону с ними разговариваем, ни разу не пожалели, домой не просятся, им все нравится здесь. Вообще, это здорово. За время проведения в лагере школьники обучаются действиям в чрезвычайных ситуациях, элементам самообороны, изучают тактику ведения боя в лесном массиве, где юные патриоты разговаривают исключительно жестами рук и мимикой лица. Помимо этого, ребята разбирают и собирают оружие, узнают, как правильно метать гранату с окопа или при наступлении, приобретают навыки строевой подготовки и вождения на легковом автомобиле. Дети здесь проходят первоначальное ознакомление с автомобилем, со всеми его управляющими органами. То есть, где находятся педали сцепления, ручной тормоз, коробка передач и сигналы поворота. Так же, как показывает практика, засидевшиеся в течение учебного года за партами нижнекамцы совсем не прочь посвятить месяц каникул по освоению скалолазанию, ориентированию на местности, стрельбе из разного вида оружия. Каждый год сюда заезжают мои брат и сестра. В этом году мне исполнилось 7 лет и, наконец-то, я заехал сюда. Мне здесь очень нравится. Как признается отдыхающая лагерь «Юность» в смене «Остров мужества», самым сложным заданием является поиск учебной мины. При этом, после обнаружения взрывного устройства, юному патриоту необходимо обезвредить его. В чем была его ошибка? Он забыл как бы разрядить мину, его зарядное устройство. И еще одно. Когда аккуратно раскапывает, можно придерживать ее. Не за эту штучку, а за эту. Все делал правильно практически. Смотрел снизу. Видите, дальше плохо заходит. Значит, земля была там уже не копанной, там ничего не может быть. В любом случае, земля, если была копана, она очень хорошо притыкается. В течение всей смены подростки встречаются с интересными людьми, боевыми офицерами. А самое главное, здесь они приобретают новых надежных друзей, с которыми, как говорится, можно и в огонь, и в воду. Вообще, именно такая смена, такие смены, не то, что следует проводить. Они должны быть, потому что это же патриотика. Здесь же из ребят, которые ничего не умеют, чего-то боятся, наши инструктора делают настоящих мужиков, пытаются сделать мужчин. Людей, которые могут постоять за свою родину и воспитать в них настоящих патриотов. Напомним, военно-патриотический клуб «Наследие» был создан в 2006 году благодаря содействию руководства Нижнекамск-Нефтехима совместно с Объединенной профсоюзной организацией компании. Сотрудники акционерного общества взяли на себя обязательство проводить работу, направленную на воспитание в подрастающем поколении духа патриотизма, любви к родине и чувства долга перед ней. Айрат Салимов, Антон Гребенев, телеканал «Нефтехим».